Привет, друзья! С вами профессор Гуглов. Сегодня у нас с вами будет необычный выпуск, поэтому всех впечатлительных я попрошу не смотреть это видео, так как сегодня мы будем с вами говорить о 10 ужасающих фактах извлечения народных вещей из человеческого тела. Номер 10. Растения в легких. Житель штата Массачусетс испытывал непрекращающийся кашель и ноющую боль в легких. Мужчина обратился в больницу за лечением. Он думал, что это опухоль. Рентген показал, что в его легком произрастает растение гороха длиной 5 см. В 2009 году 28-летний житель России Артем Сидоркин обратился к докторам с жалобой на сильную боль в груди. Врачи подозревали рак. Когда хирурги удалили слой легкого, они были потрясены. Они обнаружили веточку пихты длиной 5 см. Она произросла из семечка, которое Артем вдохнул в лесу, находясь на военных учениях. Номер 9. Рыба в легких. В Индии 12-летний мальчик пожаловался докторам на проблемы с дыханием. Так как в крови мальчика было очень мало кислорода, врачи провели экстренную операцию, в ходе которой извлекли из легкого рыбку длиной почти 9 см. Ребенок рассказал, что он и местные дети играли в популярную игру «Проглоти живую рыбку». Вместо того, чтобы попасть в желудок, рыбка попала в дыхательные пути и дальше в левое легкое. Номер 8. Паук в животе. 21-летний турист в Бали завершил путешествие на угрожающей ноте. Австралиец Дилан Томас проснулся в субботу утром и обнаружил восходящий красный след на животе длиной 5 см. В течение дня след поднялся еще на 5-7 см вверх. В воскресенье Дилан обратился к врачу, который диагностировал проблему как укус насекомого и выдал крем. На следующий день появились пузыри. Дерматолог обеспокоился, что проблема намного серьезнее. Хирурги оперировали и извлекли маленького паука. Персонал Международного медицинского центра Бали установил, что паук пробрался через шрам от удаления аппендикса. Однако австралийские ученые считают, что это был клещ-паразит. Номер 7. Личинка в ухе Из уха пожилой женщины 92 лет извлекли 57 личинок, живших в ее ухе. Врачи считают, что муха залетела в ушное отверстие и отложила личинки, которые успешно вылупились. Мужчине из Индии повезло меньше. Когда он прибыл в больницу с жалобой на боль в ухе, доктор обнаружил сотни личинок, поедающих плоть. Без лечения личинки бы добрались до мозга, что привело бы к гибели. Англичанка Рошель Хэррис возвращалась домой после каникул в Перу. Вскоре она стала слышать скрежет в ушах и мучительную головную боль. Доктора думали, что это незначительная ушная инфекция, пока не обнаружили множество личинок глубоко в ухе. Это была целая колония личинок, и доктора не могли их вытащить, потому что, когда они подбирались ближе, личинки залезали все дальше вглубь уха, прожирая себе путь в ушном канале. Когда зрение Розмури Альварес стало затуманенным и неясным, а также немело тело, доктора и девушка заподозрили опухоль мозга. Опухоли не было, однако ничего хорошего это не сулило. Во время операции хирург обнаружил ленточного червя в мозгу девушки. Ленточные черви нередкие гости в человеческом теле, однако обычно они поселяются в кишечном тракте. В 2007-м Эрон Даллас из Колорадо начал испытывать невыносимый зуд под кожей головы, который он пытался лечить шампунями, специальными гелями и мазями, но безрезультатно. Со временем он стал чувствовать, как его скальп движется, а также слышать что-то внутри. Доктора выяснили, что личинки были занесены под его скальп, вероятно, комарами. Номер 4. Огромный волосяной ком В Киргизстане к врачам обратилась истощенная девушка Айперия Алексеева, которая не могла ни пить, ни есть. В ходе операции врачи нашли нечто шокирующее. В желудке 18-летней девушки нашли 4-килограммовый ком волос. Айперия страдала от компульсивного расстройства – трихофагии, из-за которого больной поедает свои и чужие волосы. В конце концов волосы собираются в своего рода хвост и попадают в кишку. Это называется синдром Рапунцель. Номер 3. Магниты Маленькие дети часто глотают разные вещи, что и произошло с 8-летней Хейли из Индианы, которая съела нечто похожее на конфеты. Ее привезли в госпиталь с непонятной болью в животе. Рентген обнаружил 30 кусочков магнитов и железа. Магниты и в животе ведут себя как магниты, пролепают друг к другу. Доктора отмечают, что Хейли очень повезло, что она выжила. Номер 2. Близнец В детстве над Саном Джубой Гадсом из Индии часто смеялись из-за его большого живота. На протяжении жизни он выглядел как беременный мужчина. Однажды ночью его доставили в госпиталь из-за сильнейшей боли и удушья. Оперируя, доктора ожидали увидеть опухоль. Однако обнаружили близнеца-паразита. Близнец находился в животе Сана еще в утробе матери. На протяжении жизни паразитируя в теле мужчины. У близнеца частично сформировались руки, гениталии и ноги. Всего в истории медицины зарегистрировано 90 подобных случаев. Номер 1. Столовые приборы Когда Маргарет Дауман обратилась в больницу в Нидерландах с жалобой на сильнейшую боль в животе, рентген показал нечто, похожее на большого кальмара. Оперируя 52-летнюю женщину, доктора извлекли 78 вилок и ложек, которые она проглотила разом. Нам непонятно, с какой стати кому-то есть вилки и ложки, однако в медицине есть термин для такого расстройства – пикацизм. На этом все, с вами был профессор Гуглов, увидимся!